Кто создал землю? А кому поют птички? Брех — это зло? Да? Я люблю читать Библию, она интересная. А зачем ты её читаешь? Почему летом не идёт снег? А кто нарисовал радугу в небе? Как простить Петьку за то, что он съел мою конфету? А почему солнышко не устало светить? На эти и другие вопросы есть ответы, и мы скоро их узнаем. Дорогой друг, добро пожаловать в увлекательное путешествие по страницам Библии. Нас ждёт долгий, но необыкновенно интересный путь. Уже с первого занятия ты узнаешь, что Библия — это Божие слова, к каждому человеку на земле. Эта великая книга поможет нам узнать ответы на все вопросы. Цветочки, деревья, большое и тёплое солнышко — всё, что нас окружает, сотворил Господь. На втором занятии ты узнаешь о первом человеке на земле. И, кстати, папу, маму и тебя тоже сотворил Бог. Грех — это то, что разделяет человека с Богом. Что является в нашей жизни грехом? И как жить так, чтобы не совершать плохих поступков? Об этом расскажет урок номер три. Более двух тысяч лет назад в мир пришёл Иисус Христос, чтобы спасти людей. Божий Сын совершил победу на Голговском кресте. И уже не нужно приносить жертву за грехи козлёнка. Для спасения теперь необходимо только поверить. Простить с того, кто сделал больно, не так уж и легко. Но Бог желает, чтобы мы прощали, потому что Он простил нас. О, я так счастлив! Почему ты счастлив? О, я так счастлив! Ну скажи мне, почему? Иисус меня простил. Мою жизнь Он обновил. Вот почему я счастлив. Бог хочет, чтобы мы делились радостной вестью о Его спасении с другими людьми. Я хочу быть учеником Иисуса Христа и поступать так, как Он поступал. Он для меня настоящий пример. На седьмом уроке мы узнаем о жизни Иисуса Христа. Восьмая встреча расскажет о молитве. Молитва – это разговор с Богом. Он слышит и отвечает на наши молитвы. Бог есть любовь, и Он повелевает всем людям любить друг друга. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» – это золотой стих занятия под номером девять. Представь, что тебя бросает в глубокий ров с голодными львами. Думаю, состояние не из приятных. Так было с Даниилом. Но Господь сохранил его, потому что этот человек был верен Богу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Одиннадцатый урок расскажет тебе о третьей личности Бога – о Святом Духе. Не видел того глаз, не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. На последнем занятии мы будем говорить о прекрасном небесном городе, который Господь приготовил для всех верующих в Иисуса Христа. Дорогой друг, на каждом уроке тебя будут ждать приятные сюрпризы и подарочки. Мы разучим много новых песен, будем разгадывать ребусы и кроссворд, делать подделки и отгадывать загадки. Мы будем знакомиться с новыми друзьями за чашкой чая и просто весело проводить время. В конце наших занятий ты получишь сертификат об окончании курса «Удивительное путешествие по страницам Библии». А также у тебя есть уникальная возможность. На следующее занятие ты можешь взять с собой своих друзей. Нас ожидает удивительное время. Давай проведем его вместе до конца.